Первый вопрос такой. У вас нет социальных сетей, правильно? Мы не нашли ни Инстаграм, ни Фейсбук. Почему? Почему? Потому что вообще я так сильно не люблю общаться и занимать свое свободное время еще социальными сетями. Поэтому, наверное, меня нигде нет. Раньше во всех сетях был и во всех популярных. Со временем как-то от одного от другого шел и не чувствую, что что-то потерял или чего-то мне не хватает. Но при этом я видела в одном из интервью ваших, что вы говорили о том, что читаете комментарии. Захожу на прейсбол или кто-то мне сказал, что где-то что-то написано. Да, читаю. Не всегда, конечно, после плохих игр практически стараюсь не читать ничего. Иногда бывает, захожу. А в целом для чего вы это делаете? Потому что наша практика показывает, что комментарии в большинстве случаев поставляют люди, настроенные на негатив. Соответственно, позитивные крайне редко пишут. Даже если сравнить провальную игру, например, тьмоков и игру хорошую, то после провальной будет огромный кластер комментариев, после плохой поменьше. Зачем вы вообще читаете? Ну, заряжаюсь энергией. То есть я от плохого как это вот в энергию перевожу. То есть плохие комментарии. Все равно как-то люди, они же профессионалы, они же все понимают, что пишут. Поэтому я так в кавычках. Интересно, просто смешно. Я иногда, чтобы себе поднять на настроение. Это читаю. То есть раньше, может, и расстраивался там как-то по молодости, а сейчас просто настроение себе поднимаю. Когда принимали предложение от смогов, понимали, что ваш переход станет таким резонансом для нашего небольшого спортивного сообщества? На самом деле сейчас, если бы это я подписывал, может, раньше, когда я был на пике формы, может быть, да, это было бы. Ну, а сейчас это... Я, честно, не чувствую, что какая-то шумиха или еще что-то происходит от того, что я здесь подписал, потому что может быть связано с тем, что я, потому что еще не очень хорошо играю. Вот. А так... Нормально. Я живу, как говорится, тренируюсь, готовлюсь и нахожу, как говорится, себя в команде. В одном из ваших старых интервью, относительно старых, года два назад, вы сказали, что вряд ли вы придете в ЦМОКе даже заканчивать карьеру. Да. Ростислав Николаевич обладает таким обаянием? Ну, наверное, все-таки это здесь как все вместе сложилось, так и я без клуба был, и тренироваться нужно было, и Ростислав, конечно, да, он тоже, все-таки мы друзья, и мы с ним пообщались, то есть поговорили, ну, пришли к такому пониманию, что почему бы и нет, то есть я не вижу в этом, ну, то есть я мог сказать что угодно раньше, то есть, ну, я думал, что я в 30 лет вообще уже закончил играть с баскетболом, я себе это говорил где-то, наверное, в 25. Ну, жизнь, как говорится, идет, меняется все, мысли и понимание, поэтому сейчас я здесь. Вы думали, что завяжешься с баскетболом, а было какое-то представление, чем заниматься после его, либо сейчас, ну, вот в какой-то момент он все равно закончится? Да, когда первый раз я думал заканчивать с баскетболом еще по юности, я имею в виду, что я думал, что я в 30 закончу, я просто думал, что буду жить и отдыхать, то есть и наслаждаться жизнью. Ну, я попробовал один раз года три назад, да, то есть пожил, то есть до там, до октября, и понял, что мне не хватает, когда вот команда начинает уже первые игры, сборы, то есть я понимаю, что когда ты всю жизнь в этом живешь, чего-то уже тебе не хватает, поэтому начал сам тренироваться, ходить, то есть готовиться, и потом вот первый год подписал, чуть позже второй год, и вот в этом году так же получилось. Это довольно больная тема, у вас очень часто, вы уже довольно давно заявили о том, что заканчиваете сборную, но при этом вас все провоцируют этими вопросами, все журналисты, в том числе вот я сейчас задаю. Не хочется сказать, ну, давайте, ну, это уже пройденный этап, все, задавайте вопросы молодым, которые сейчас вступают за сборную, отстаньте от меня, потому что ворошить как бы уже там трех-четырех-пятилетнюю историю, мне кажется, ну, немножко бесполезно. Ну, так и есть, на самом деле, я сейчас этот вопрос воспринимаю уже как просто, как один из вопросов, то есть уже не отношусь к нему даже серьезно, то есть к этому вопросу про сборную. Еще вот, когда последний раз мы с главным тренером были в договоренности, что я приеду, ну, так случилось, что я получил серьезную травму в Италии, то есть он об этом знал, и там, ну, у меня шансов вообще не было, но это был самый реальный случай, когда я мог приехать, и я сам этого хотел. После этого уже, как говорится, я уже думал вообще, то есть не играть, и поэтому подписывал поздно, был не тренирован и не видел смысла, то есть приезжать в сборную не тренированным, и я понимал, что я ничем не смогу помочь, только, может быть, наврежу команду. У вас в молодости была интересная история, насколько я знаю, когда вы за один сезон в Беларуси будучи играли, не за один клуб. Да. Сколько тогда было? Ну, я тогда, мне еще, наверное, лет 16-17 было, я играл по молодежным сборным страны, играл за гомельскую команду, и еще привлекали меня за Гродно, я играл даже в кубки, в Гродно 93 вот было. Но тогда же не было авиасообщения между Гомелем и Гродно, то есть вы, получается, парнем садились? Ну, было так, что я играл, получается, то есть я не тренировался с ними, только вот на игры приезжал, то есть играл только на играх, и мы играли, мне кажется, в Минске почему-то, да, мы не в Гродно играли, то есть я помню, выездная игра была какая-то у меня, уже столько времени прошло, я даже не помню. За Роор тоже, за Минске играла в это же время, то есть у нас там сборная войска второго года была, базировалась в Рооре, как команда, то есть получалось и в этом, то есть, как говорится, и за одну команду, и за другую, да, в один год получалось, у меня очень много команд, то есть я в школу, можно сказать, практически не ходил. А помните вот этот вот вообще этап молодежный, когда баскетбол еще не приносит тебе таких больших денег, но приносит некое удовольствие? Я слышала историю, как вы жили в Минске, и у вас фактически денег не было на то, чтобы покушать. Да, это вся наша сборная, вось второго года так и жила, это вот и Ростислав, тренер, который у нас сейчас главный, тоже и Алексей Суховецкий, они через это тоже вместе со мной прошли, когда мы жили все вместе в одном, не знаю, общежитии, где получалось жить, и, ну, так получалось, да, то есть родители у нас не могли нас спонсировать, с финансированием у команды тоже были проблемы, поэтому перебивались как могли, то есть чем могли, тем и питались. А помните, как с Ростиславом познакомились вообще первый раз? Первый раз мы познакомились как раз-таки, это было, наверное, в стайках, то есть мы уже играли, наверное, друг против друга, но не было такого личного знакомства никакого, и потом, то есть я уже, может, что-то привру, но то, что я помню, это, наверное, скорее всего, в стайках, вот первые сборы, которые наши были вось второго года, сборная республики, вот там мы, наверное, и познакомились с ним. Сразу нашли вообще язык такой? Ну да, как-то у нас, у меня, в принципе, всегда со всеми хорошо складываются отношения, поэтому я не помню, то есть мы как-то, да, сразу и дружить, у нас команда была очень дружная, поэтому проблем вообще не было. А какую-то забавную историю вспомнится про Росту? Ну, если честно, я, если так повспоминать, можно что-то и вспомню, а так, чтобы прям сразу такое даже не закидывалось ничего. А сейчас несложно выходить на паркет и просто выключаться, чтобы эти ребята, с которыми я когда-то играл плечом к плечу, там, не знаю, где-то там сидел вместе в кафе после игры, а сейчас он тренер, иногда он может и должен, наверное, покричать на меня? Да, нет, проблем нет, потому что все-таки прошел уже уровень баскетбольный, то есть когда профессионализм, я понимаю, что, как говорится, что на площадке, что за площадкой, какие отношения разные, и, как говорится, тренер-игрок, для меня это все прекрасно понятно, и никакого, как говорится, дисбаланса в этом нет у меня, то есть я прекрасно понимаю свои обязанности, ответственность, так же и тренер у нас в четкой границе. А в себя в тренерстве не видите после? Ну, сейчас уже задумываюсь, но не на серьезном уровне, не каким главным тренером, то есть у меня сын подрастает, и я вот думал, может быть, как-то ближе к нему, может быть, с ним как-то вот с детскими, что-то начинает там индивидуальное, что-то тренировки такого плана. По поводу сына, я тоже увидела несколько раз, вы упоминали, что он занимается, если не ошибаюсь, в Динамо в Москве. У вас не только позитивный профессиональный бэк, но и негативный в том плане, что у вас есть профессиональные травмы. Вы сейчас играли с поломанным пальцем и все остальное. Готовы ли вы к тому, что ваш сын будет проходить через такие же вещи, что он может получать такие же серьезные травмы, которые потом впоследствии будут влиять на его жизнь? Ну, я считаю, что это все окупается. То есть если ты хороший спортсмен, если тебе повезло, и ты хорошо играешь, ты, значит, хорошо будешь зарабатывать. То есть я считаю это лучше, чем с утра до вечера, например, где-то работать на какой-то работе, сидеть с 8 утра до 6 вечера, просиживать, какие-то свои травмы тоже, я не знаю, отсиживать себе попу, не попу, спина тоже больная. То есть мне кажется, все-таки это интереснее. Да, травмы, травмы, перелеты, там не видишь практически, то есть это из обычной жизни, то есть обычных проблем жизненных. Это все есть, но все равно, мне кажется, это намного интереснее, намного, наверное, может даже... Мне кажется, люди, которые на нас смотрят, они нам завидуют, хотя хоть и понимают, что у нас очень много проблем и физических, и моральных. На самом деле, я думаю, что многие люди не представляют, в каких сложных ситуациях, что вы живете как раз-таки без семьи, там полжизни, что вы полжизни в самолете. Таких вещей они как раз-таки не имеют. Согласен. Ну, я на самом деле считал даже, кто больше времени проводит с семьей человек, который с утра до вечера на работе находится, приходит вечером только ужинает, ложится спать, и так 5 дней в неделю максимум, у тебя там 1 или 2 выходных. Либо просто сейчас, вот последние годы, когда я уехал из России, да, я остался, можно сказать, без семьи, потому что семья со мной перестала ездить из-за детских, как говорится, учебных заведений и тому подобное. Вот, а так, я, мне кажется, находился намного больше времени с семьей, чем любой другой человек, который работает с утра до вечера. Но у вас еще дочка? Да, еще дочка, 5 лет. Она тоже уже начинает первый шаги в профессиональной школе? Нет, она пока любит вот гимнастику, балет, вот ей пока вот в этом все, она такая, цветочек. Помните ли вы свой финал FIBA-Евролига? Какое имя? Когда вы играли с Динамо и выиграли. Динамо с Мастеперубцем, да. А помните ли вы, что вы играли с одним из ваших тренеров сегодняшних? Киеве, да, играли. А какие баскетбольные достижения отложились? Вот прям такие, которые, ну, вы помните тот момент? Так, ну, скорее всего, наверное, это вот мы с Униксом, когда выиграли Еврокубок в Италии, вот в финале четырех от меня отложился, потому что, ну, такой знаковый был для меня. Сейчас вот, конечно, Кубок Беларуси, потому что я в Беларуси ни разу ничего не выигрывал, то есть у меня всегда там, ну, вторые какие-то места были там в Гомеле. Ну, и сейчас для меня просто это как такая вот, не знаю, какая-то галочка такая, которую, мне кажется, я буду помнить. Еще один вопрос, который мы часто задавали в интервью, это про драфт. Да. Я не буду спрашивать, сожалеете ли вы, но задумывались ли вы когда-нибудь, как сложилась ваша карьера, если бы вы тогда сели на самолет и улетели? Ну, задумывался, конечно, и сейчас задумывался. У меня сын также спрашивает постоянно, папа, как ты мог выбрать, не знаю, другое, кроме NBA. То есть сейчас молодое поколение, они живут этим, и он также, то есть мне каждый раз спрашивает, когда заходит в тему об этом. Ну, я считаю, что все, что не делать, все к лучшему, поэтому никто не знает, но что было бы, если бы я туда уехал, может быть, я получил бы там какую-то серьезную травму, с которой я не смог бы больше играть вообще, в принципе. Поэтому, может быть, у меня не было этой семьи, которая у меня есть, тех же достижений, которые я достиг в Европе. Поэтому, жалею, только что не попробовал, да, мог их хотя бы попробовать на годик, да, в самом начале, когда еще были самые первые варианты, можно было. А так, практически, то есть не сожалею об этом. А в любом вашем разговоре или разговоре вашей сестры вы всплываете друг у друга, и Настя вас активно защищает, и вы защищаете Настю. Как было в детстве? В детстве, да, наверное, все наоборот было. То есть у нас сейчас, наверное, самые лучшие отношения, вот особенно этот год, вот это время, за всю жизнь, которую мы друг друга знаем, потому что как-то в детстве у нас, ну, как обычный брат с сестрой, всегда воюют. Потом она уехала в Минск, в Роор, учиться. Ну, как-то мы мало друг друга видели, мало общего у нас стало, и также потом по клубам разъехались и виделись, иногда только лето. Вот, ну и сейчас, как бы, последние годы у нас как-то контакт наладился, и я думаю, что мы очень хорошо сблизились с ней. А про Настю такие ходят легенды, не легенды, то, что она такая не эмоциональная на площадке, да, она всегда очень сдержанная. Кто из вас более эмоциональный вообще? Ну, я думаю, я намного эмоциональный. И на площадке, и в жизни? Да, да. А еще недавно она рассказала интересный факт, что ваш папа сломал вам однажды нос. Ну, это было, да, то есть с детства, то есть папа очень хотел меня тренировать. До сих пор, как бы, я, когда приезжаю в Гомель, он все пытается что-то мне рассказать, подсказать, что-то новое, поиграть со мной так же. Чуть-чуть там уже, конечно, сейчас один на один, но было такое, да, мы играли один на один, он слегка просто по, как сказать, по олдскульному, да, развернулся, но я не ожидал так. Он, конечно, не хотел, так просто получилось. Вы ведете счет, количество травм, которые вы получили? Ой, нет, я думаю, цифры. Я думаю, это бесчетное там количество, потому что, особенно мелких, которые я уже, в принципе, не замечаю, на которые внимания не обращаю. Ну, а серьезных было много, все, да. Готовка. Что? Говорят, вы очень хорошо готовите. Ну, люблю готовить, да. Откуда такое хобби, страсти? Откуда? Не знаю. Не знаю, с детства как-то у меня, я вспоминаю, родители всегда, когда уходили из дома, ну, я помню, всегда мамину эту кулинарную книгу брал, и что-то мы с сестрой всегда там пытались что-то просто приготовить, сладкое в основном мы это делали. Ну, и потом как-то пошло-поехало, интернет, YouTube этот пошел, то есть, со всеми блогерами, которые готовят. Ну, как-то понравилось, и даже задумывался закончить какие-нибудь курсы, да, то есть, кулинарные. Такого, что в Коронова нет, наверное. Ну, вот я люблю все на огне делать, мангал, казан, такого плана. Ну, в принципе, приготовить любое блюдо могу, кроме сладостей, то есть, я к ним как лице. Почему в свое время вы выбрали Москву для жизни? Не знаю, я до сих пор задумываюсь об этом, как бы я не скажу, что мне нравится там в Москве, прямо я туда лечу, как, я не знаю, как домой к себе. Ну, все-таки Москва, это, как говорится, середина между Белоруссией и самой другой частью России, как говорится, удобно добираться везде, отовсюду. Плюс больше возможностей для работы после карьеры. То есть, вы задумываетесь о том, чтобы вернуться в Москву, не осталось? Ну, у меня семья в Москве живет, да, поэтому я думаю, что после карьеры я какое-то время точно буду жить в Москве, пока сын учится и тренируется там. В одном из интервью, где вы рассказывали про автомобили, вы сказали, что хотите купить Гелендваген. Да, это было очень давно, и я никогда в нем не сидел. До сих пор ни разу не сидел? Нет, уже сидел, да. То есть, я, когда собирался его купить, в нем посидел и понял, что эта машина не для меня, то есть, она немножко маловато. Вот, поэтому у меня сразу, как говорится, вся моя мечта, можно сказать, исчезла в одно мгновение. По поводу роста, вы жили в то время, молодым были парнем, когда в этой стране, наверное, ничего не было. Как сложно было найти, не знаю, там, джинсы или брюки, или что-то такое? Как вы в это выживали? Потому что до сих пор очень многие легионеры, которые приезжают к нам, говорят, что в Минске, например, что-то не найти для них. Да, раньше это была большая проблема, но не было желания такого, потому что ты понимал, в принципе, что как бы ты ни хотел, ты многого себе позволить не можешь. И, ну, имел, как и все, наверное, одни джинсы, одну кофту, и мне этого, как говорится, хватало. Там с обувью были чуть больше проблем, так как, да, в то время вообще не было возможности достать своего размера. Папину донашивал обувь, то есть нормально, то есть я не помню, что совсем уж как-то было нелегко, то есть или как-то мне печально было жить. Нормально все было. А с первой большой зарплаты, что себе купили? С какой самой, с большой? Ну, большой относительно, наверное, того, что вы получали в Беларуси. Это может быть там, в Тодор, наверное. Ну, да, вот в Автодоре, я помню, я приехал и сразу купил себе все, что у меня не было, и телефон, и видеомагнитофон, и музыкальный центр, помню, купил себе. Все, чего мне хотелось всегда так в детстве, наверное, я вот приехал, сразу купил себе. А была какая-то покупка, которую вы сделали вот в таком же порыве, а потом подумали, блин, зачем я это купил? Нет, наверное, я так старался, то есть сильно такие дорогостоящие покупки никакие не делать, ну, необдуманные. Вы довольно долго играли под 12 номером. Да. Это некий символизм для вас? Ну, как-то так повезло, ну, так повезло, то есть с детства, еще в Гомеле, да, я всегда под 12, потом в клуб приехал, свободный был 12, то есть повезло, потом в другой клуб, и всегда, когда в клубах был 12 номер, я всегда выбирал, ну, и потом, когда приходишь в клуб уже чуть позже, или в новый клуб, в котором уже кто-то играет под твоим номером, приходилось уже другой номер выбирать. Вообще спортсмены довольно суверные. У вас тоже есть твои какие-то фишечки, которые, не знаю, носок на справой ноге... Да, такой есть, то есть я по минимуму, то есть нет такого прям уже какие-то четкие рамки. Просто чувствовать себя комфортно на площадке, то есть чтобы и глазу, то есть и телу я понимал, что, ну, то есть я вот собран. Тогда у меня и в игре, то есть и в тренировке, то есть все тогда лучше получается. А могу ли я спросить про вашу татуировку? Она у вас, ну, довольно необычная. Да, она давно уже, это я ее, поскольку, в 18 лет, да, сделал уже. Очень долго снижу. И там аббревиатура какая-то? Да, это What will Jesus do. Это переводится все, все, как говорится, в руках Бога. Ну, и любовь к баскетболу. Я тогда еще в НБИ у какого-то парня это заметил. Плюс немножко свое доработал. Как родители отреагировали, когда? Ну, папы, как всегда, наверное, не было. Я был на работе. А маме я сказал, что это временно, что скоро сотрется, да. То же самое маме говорила с первой татуировкой. Все одно и то же, мне кажется. Вы поиграли довольно в большом количестве клуб. Да. Где вам было комфортнее всего жить и играть? Чтобы жить и играть вместе, да? Ну, наверное, в Али. Это было идеально. Как-то мы играли хорошо. И все-таки Италия, город, то есть там было шикарно очень. Наверное, да, вот самое лучшее это Италия было. А с Германией что-нибудь сложилось? Я просто видела, что вы так осторожно говорили о том, что жить там было не очень. Ну, все, как-то вот Германия вообще не мое. То есть это, я считаю, как потерянный год вообще во всем. То есть и в моральном, и в спортивном плане. Потому что, во-первых, травм было очень много. Может, это связано было с психологическим, какое-то состояние моим, что негативно как-то все. Сера, Людзи, то есть меня все как-то гнобило. Ну и плюс травма. Поэтому Германию совсем никак не запишу в свой, как говорится, лист хороших, я не знаю, там позитивных сезонов. Большое количество лет вы проиграли в России, да, это там Динамо, это Хинки. Про российские клубы ходят, ну, такие полулегенды, да, там большие деньги, там большие возможности. Вы опять-таки рассказывали историю про то, когда вы гоняли, вы могли позвонить, по-моему, в Питере, в клуб, и все решалось. А есть какие-то тоже, может быть, что-то забавное, какая-то история про Родионова вообще ходят легенды. Наверняка с Вавтодори было что-то такое, что запомнилась там с ним какая-то история. Я не знаю, то есть это, наверное, легенды-то были чуть постарше, то есть, как говорится, до меня еще, там разные. А то время, которое я был с ним, вот два года в Саратове, два года в Питере, он был у нас президентом. Я ничего, честно, про него даже плохого вообще не, даже сказать, что там многие обижали, что он там как-то в финансовом плане что-то со мной, мне кажется, он мне даже больше сделал, чем у меня было на бумаге записано. Вот. И, в принципе, всю карьеру, которая у меня потом в дальнейшем сложилась, это, можно сказать, благодаря ему только. Потому что он меня, как говорится, на этот уровень вывел, подвел и, можно сказать, отдал другому, в плавание, можно сказать, таких историй со мной не было, честно, связанных, никаких интересных, смешных. А тот сезон, когда Динамо становился банкротом, вы же начинали в Динамо, вы еще не знали, что это произойдет. Что вы почувствовали в тот момент, когда вам говорят, ну все, клуба нет? На тот момент было очень грустно, печально, так как, во-первых, я и в Америке не остался, потому что я очень хотел вернуться в Питер, мне этот город, до сих пор он мне близок, под духом, не знаю, по душе, много знакомых, друзей там осталось, и, конечно, было очень грустно уезжать оттуда и понимать, что все, команда не будет. Грустно. Но страха не было? Страха нет, в то время я как-то вообще не задумывался, я жил так, можно сказать, одним днем, вот сегодняшним, сегодня так хорошо и так и жил, то есть я не задумывался о том, что у меня, во-первых, не было семьи, то есть не было какой-то ответственности, я жил для себя, родителей и все, поэтому ничего не боялся, то есть я даже не думал о том, куда я поеду, в какой клуб, то есть даже не задумывался об этом. Не могу меня спросить про Лигу чемпионов? Смоки не прошли дальше, испытали вы какое-то, не знаю, сверхразочарование, что вот, имея Ростислава в друзьях, так получилось, потому что все-таки настрой был немножко другой. Ну, конечно, да, то есть я, ну, для меня, то есть это вообще, потому что я пришел новый человек сюда и должен был как-то, может быть, помочь команде, там, что-то, не знаю, там, внести что-то своего из своего там опыта, а получилось, что как бы сильный не помог, команда проиграла, то есть не вышла, и на себе, конечно, большую частью меня тоже держу, что, как говорится, не готов я был еще и физически, и по игре, поэтому, ну, отпечаток, конечно, остался, я думаю, это пройдет, то есть, наверное, еще до сих пор не прошло, я думаю, сейчас, вот, ближайшее время, первые хорошие игры, я думаю, все забудется. Вот я закончил на позитивной ноте, сейчас очень много молодежи, для которой вы будете примером нашей команде, наверное, первый такой сезон, как вам ребята и как вы себя видите как ролевую модель для них? Ну, ребята все трудолюбивые, то, что первое мне бросилось в глаза, то есть, все на тренировках стараются, пашут, и самое главное, чтобы ребята видели цель, то есть, ну, не просто думая вот о сегодняшнем дне, о том, что вот, я не знаю, это предел их мечтаний, или еще что-то, каждый должен стремиться стать лучше, и я своим, как говорится, опытом своим, может быть, своей работой будут как-то тоже им показывать и помогать, чтобы они видели, что, в принципе, нет ничего невозможного. Все. Спасибо большое. Спасибо. субтитры, 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 субтитры,